привет сегодня яблочный спас я всех поздравляю с этим праздником всем таких красивых яблочек желаю вкусных эти яблоки с огорода подруги моей дочери они сегодня с молодым человеком привезли яблочек таких вкусных яблоки пахнут яблоками это так приятно магазины яблоки это вообще что-то гадость полная а эти яблочки смотрите какие некрасивые прям и не знаю как называется сорт но яблоки когда откусываешь его мух и она пахнет яблоком это запах детства это запах всего еще хотела показать вам уже практически подходит к концу завершения моего участия в проекте свадебный букет в марафон от тамары самарцевой по лепке из полимерной глины вот такая композиция у меня уже вернение композиции еще набор для букета уже готов здесь альстромерии пионы корончатые жасмин малина гвоздики эвкалипт листья фисташки еще пока нет здесь у меня незаконченные цветы жасмина которые собирать буду еще веточки будут наподобие такой ветки и куча листиков кучка кучка листиков также я сейчас прохожу обучение на базовом курсе это одна из работ базового курса по лепке из полимерной глины татьяны самарцевой ссылочки на марафоны и сайты я оставлю под видео как обычно эта работа плетистая роза с ягодами голубики и снежный ягодника это должен был быть гребень но я решила оставить не гребень а именно вот в виде веточки мне очень нравится с каждым цветочком мои труды становятся более симпатичными но услов это очень сложно во первых это очень сложно потому что все это нужно тонировать это владение красками масляными пастелью но это и и это еще также интересно познаешь сразу начинаешь обращать внимание на цветы на все что вокруг тебя находится окружающие познаешь все эти тонкости лепки еще что-то ну и соответственно кто смотрит мой канал давно это является на данный момент целью для достижения что я хочу связать свою деятельность какую-то сама сама окупаемостью то есть проводить какие-то мастер-классы делать такие букеты на продажу также я занимаюсь по оксидной смолой тоже делаю украшения какие-то работы тоже хотелось по чтоб мои работы чем хочу сделать свои хобби увлечения своего рода бизнесом поэтому спасибо моим подписчикам кто меня смотрит всех с праздником еще раз яблочным спасом а сейчас я буду показывать как я чищу гранат это очень интересно разных способов очень много ну я не люблю когда в воду граната ядра падает поэтому я остановилась на одном способе руки у меня немножко покоцаны это издержки производственных работ мои хобби поэтому прошу простить за такой небольшой бардачок в руках все сейчас вернусь и будем чистить гранат для начала мы вымыли гранат чтобы шкурка была чистая ну сам процесс мытья я показывать не буду я беру нож и аккуратно нарезаю коробочку граната кожи сверху буквально так как шапочка теперь надрезав мы ее аккуратненько снимаем так при этом у нас зерна принципе остаются целиковые оператор вам шкурка нужно молчит как рыбать и также я повторяю процесс аккуратного надреза кожуры граната с его обратной стороны повторяю съем съем вот уже даже 2 2 зернышко у нас выпали сейчас август теперь я делаю такие же надрезы стараюсь напротив вот этих разделительных пленочек делать надрезы аккуратные чтобы не повредить зерна аккуратно только поверхностный слой кожуры срезаю вот так аккуратненько здесь тоже есть этот ножик не обязательно должен быть супер очень острый главное чтобы он был удобный все вот я надрезала можно сделать вот эту сердцевину так аккуратно снять и теперь нам нужно гранат аккуратненько поэтому надрезом разделить смотрите он безо всяких усилий ломается и нам остается только аккуратно и быстро такими движениями все ягоды гранаты зерна граната освободить высыпать тарелку есть способ когда практически также надрезают гранат стучат по тыльной стороне покажу я граната чем-то и зерна граната вываливаются я так не пробовал таким способом меня устраивает вполне вот этот способ воду для чего бросают зерна смотрите вот эти чешуйки которые неизбежны все равно попадают сюда тарелку они легче воды и соответственно всплывают но это можно также после отделения зерен от кожуры граната высыпать тарелку налить воды и аккуратно промыть эти зерна не знаю я особо так непривередлива потому что даже кожура граната и все прожилки имеют дубильные свойства очень хорошо и полезны своими дубильными веществами для десен десна становятся крепкие вредного я ничего не замечаю единственное кто кому как нравится кто так любит таким образом я сейчас извлеку все зерна из граната не будет очень много вкусных полезных зернышек оператор мой сбежал пока я освобождала зерна граната кожуры ну все мы любим красивые видео красивые фото а я люблю когда этот процесс весь да я тоже люблю красивая красота во всем но для того чтобы увидеть всю сложность и действительно весь процесс иногда приходится жертвовать красотой потому что даже когда ты готовишь не всегда все бывает так что красиво ну вот мы видим кожуру минимальное количество брызг от граната от них все равно никуда не денешься край тарелки я еще не вытирала такая горка граната с прожилками я не мыла как видите стол чистый руки у меня руки помыла до чтобы они были не липкие достаточно чистые граната вот так у меня получилось мыть гранат зерна гранаты я не буду потому что когда освобождаешь спелые вкусные гранаты кожуры сок от гранаты стекает тарелку если я сейчас просто помою это в воде но это будет водянистый такой привкус и запах я не хочу сегодня вечер лампу 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 или люстра как это назвать на кухне достаточно неудобно висит дополнительного освещения есть сегодня брала ну вот вот считайте что так вот наверное красиво да уже более симпатично чем было до этого и так гранат я чищу так сегодня яблочный спас всех еще раз поздравляю ешьте яблоки жуйте гранат будьте здоровы всем хорошего настроения великолепного вечера а я пошла доделывать свою красоту из глины свадебный букет всем пока пока